Друзья, всем привет! С вами снова Димас. Решили для вас сегодня приготовить такой необычный салат в наших условиях, потому что некоторых ингредиентов у нас точно не вводится. Но все сопутствующие, как бы большинство из них, все растет на огороде. При желании вы можете тоже такой салат сделать, и это не так сложно. Салат будет сегодня Леонисуаз, французский салат. Куча вариантов его приготовления, начиная от классического, в зависимости от региона Франции, все по-разному готовят его. Мы решили использовать настоящий тунец, не стали делать из баночного, консервированного тунца. Также есть сопутствующие ингредиенты к этому салату. Естественно, это салат, салат любой, какой у вас есть на огороде, на даче. Домашние черри у нас будут использоваться также. Также домашний красный лук, молодой картофель и спаржевая стручковая фасоль, все тоже домашнее, все выращенное на огороде. И оливки, но оливки, естественно, покупные. Мы не в Греции. Также маслица будет использоваться. И для соуса, для нашего салата будет использоваться горчица, сок лимона, чеснок и масло оливковое. Также соус тоже имеет разные вариации приготовления. Причем приступим к нашему приготовлению салата. Вот салат я немножко уже порвал заранее. Хотите, порежьте, как вам угодно. Возьмем черри и разрежем пополам. Можете это все, естественно, потом украсить, часть в салат положить сверху. Мы сразу добавим, как бы мы ничего не теряем. Четверть красного лука, тоненько на шинкуемую. Вот так же кинем наш салат. Немножко его помяв. Возьмем несколько оливок. Если хотите, можете разрезать их. Это как бы не критично. Чуть-чуть 10. Дадут кислинку небольшую у нас. Сейчас перейдем к самому главному. Это обжарки нашего картофеля и фасоли. И также, естественно, тунца. Вот самые эти основные вещи. Ну вот, ребята, у нас разгорелся мангал, накалилось маслице. Мы отдельно обжарим картошку молодую и фасольку. Придадим красоту. Немножко присолим. Буквально дадим колерочек, цвет. Потому что молодая картошка, она немножко такой эффект имеет. Мы ее отварили предварительно. Она очень-то, так сказать, мокрая. И надо подсушить ее сверху немножко. А жарить такую сырую, но никуда не годится. И фасоль мы тоже немножко отварили. 2-3 минуты припустили буквально. Чтобы она помягче стала. Сделаем быстро заправочку, чтобы не терять время. Для этого нам понадобится 1 четвертая часть лимона. Горчица зернистая. Если у вас есть, можете использовать дижонская. Но она дорогущая. Вот так же чеснок. Сок лимона выжмем. Масло оливковое добавим. Лучше, конечно, экстра-верджин. Так как мы его используем в салат. И вот все аккуратненько разобьем. Вот так же соли добавим немножко. Прекрасный, агреговатый вкус масла оливкового. Наверное, то, что нужно для салата. Ну вот, жарим кунцамы. Пламя чуть поменьше делаете. Так же немножко присолим. Ну и жарим буквально вот по несколько минут на каждой стороне. Ну и по возможности боковинки тоже обжариваем. Пахнет говядиной. Клинец такая, своеобразная рыба. Ну вот, ребята, что мы. Начинаем украшать наш салат по-быстрому. Быстренько перемешали. Наши овощи. Можете рукой смело все выложить. Это тоже не критично все вообще. Даже без перчаток. Просто придумали сейчас какую-то ерунду перчатки. Все остальное издевается над нами. Так же выкладываем нашу фасоль. Молодой картофель. Можете его разрезать. Так вам удобно. Яйца перепелиные забыли. Даже не вспомнил ничего. Добавляем наши перепелиные яйца. То, что все заранее отварили. Можете куриный использовать. Как вам вообще душе угодно. Количество все зависит тоже от вашего интереса. Одно что нет. И польем все маслицем нашей заправкой. Ну вот, ребята, что у нас получилось. Такой тунец. Салат не с у вас, с тунцом. Заправка ничего. Попробуем тунца. Мясо такое хорошее говядина. Салат ничего такого съедобного. Питательный. В принципе, легко приготовление. Так что пробуйте, готовьте. Вот такой салат у нас. С вами был Димас. Всем здоровья. Оператный Антон, естественно, тоже вам желает хорошего. Увидимся в нашем канале. Давайте всем пока-пока. Продолжение следует.